Населенные пункты вдоль Дарьи в Аральском районе активно осваивают земледелие. Приоритет кормовым культурам и овощам. В ходе рабочей поездки в район Акимобласти пожелала им хорошего урожая. В районе ранее занимались бахчеводцем только в ауле Ахпай. С этого года принялись за дело жители нескольких аулов. Так, 10 семей аула из Каура объединились и посадили картофель, лук, морковь, кормовые культуры. В районе планируется в предстоящие два года увеличить пассивные площади до 3000 гектаров. На двух гектарах выращиваем люцерну, еще на двух гектарах картошку, дыни, арбузы. И другие тоже проявляют большой интерес. На следующий год планируем сеять. Если каждый будет сеять, не нужно будет закупать извне сено и овощи. Сами себя обеспечим. Хозяйство Кемлпро отвело под люцерну 80 гектаров. Орошение дождевальное. Семена и установки из Турции. Развиваем здесь животноводство. Выращиваем племенных верблюдов. Производим шубат. Выращиваем люцерну. Планируем получить 24 тысяч прессов. Будем далее увеличивать. Эффективность этого вида орошения в экономии воды, что очень важно в условиях маловодия. Один из главных видов деятельности района – работа по увеличению рыбных запасов. Рыбопитовник Камстабас ежегодно выпускает в водоемы около 15 миллионов рыбной молодей. Глава региона в ходе рабочей поездки взял на заметку проблему Аклагской плотины. Раскалыватели льда необходимо восстановить. В капитальном ремонте также нуждается дорога в аулы Харатерин, Харашалан и Буген. Длинная дорога. Только что по ней проехали. Будем работать. И в следующем году продолжим работы. В Аральском и Казалинском районах населенные пункты расположены далеко друг от друга. На строительство одной дороги требуется 800 миллионов. Полтора миллиарда деньги. Это непросто. Потому что есть и другие районы. Будем по возможности поэтапно решать. В ауле Аманеткель в рамках программы «Аул» Ельбесыга строится спортивно-здоровительный комплекс. Такие же объекты будут открыты в этом году в поселке Жахсакалыш и в ауле Камстабас.